Последние дни марта во многих городах посвящены двум творческим праздникам – Дню Работника Культуры и Дню Театра. В Калязине к этим двум датам подготовили особый подарок – премьеру спектакля «Письма. Разговор с Богом» по произведению знаменитого французского писателя и драматурга Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и Розовая дама». Спектакль повествует о 12 последних днях жизни в больнице неизлечимо больного лейкемии 10-летнего мальчика Оскара. А Розовая дама – сиделка-волонтер детской больницы. Предлагает ребенку игру, писать письма Богу, в которых каждый день будет проживаться мальчиком, как 10 лет. После его смерти Розовая дама находит и читает эти письма. Они нас путят! Уж не знаю зачем! Это больно! Главного героя исполняет юный калязинский артист Елисей Архипов. Мальчик рассказывает, что для роли ему пришлось выучить много текста, а чтобы лучше почувствовать персонажа, прочитать оригинальное произведение французского писателя, драматурга Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и Розовая дама». Я купил книжку, где было оригинальное произведение Эммануэля Шмидта. Перечитал очень много подробностей, которые не вошли в спектакль, но для себя, чтобы ты, тем не менее, понимал. Тем более, это было что-то необычное. Это не сыграть тебе детский спектакль «Братина», где ты такой веселый, какой-нибудь уже готовый персонаж, который ты знаешь. Роли в постановке исполнили самодеятельные артисты Народного театра «Канат» и молодежной театральной студии «Крылья», действующей при районном Доме культуры. Зрители положительно отозвались о спектакле. По мнению многих, в постановке было все гармонично. Минимум декораций, светлые образы героев, которые дополняла простота костюмов и световое оформление. Мы должны гордиться тем, что у вас в «Калязине» есть такая замечательная студия «Крылья». И ее руководитель, и режиссер, она, конечно, делает очень большое дело. И нас радует каждый день, особенно в Деи театрах, такими сильными сложными. Несмотря на трагический смысл пьесы, спектакль получился светлым и жизнеутверждающим. Его главный посыл — нужно каждый день смотреть на мир так, будто видишь его в первый раз. А у колязинских театралов впереди выездное мероприятие. С этой постановкой они будут защищать звание Народного театра в Осташкове на областном театральном фестивале 8 апреля.